И доброго времени суток дорогие друзья, ну что мы сегодня с вами разберемся в зонах охоты, какие они вообще существуют у нас в версии Lineage 2 Main, разберем какие же у них отличия и где же лучше всего вам прокачиваться. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить вальчик вверх и подписываться на канал. Погнали! Lineage 2 это не только боссы и сражения, но и торговля, шутки в чате, крафт, ивенты, дружба, проверенная в боях и даже любовь. Стань частью культовой MMORPG! Играй на Fogame! Итак, давайте же вообще разберемся, какие зоны охоты у нас есть. Для этого мы открываем карту игрового мира или просто нажимаем кнопочку M. Здесь у нас видно абсолютно все пространство, куда мы с вами можем без каких-либо проблем попасть, прокачиваться, фармить, в общем, все-все-все. Можно наводить просто на локацию, вот, например, поля безмолвия у нас, если навести, тут написано усиленная зона охоты. Кристальный остров, например, можем навести, написано обычная зона охоты. К примеру, можем навести на какую-нибудь застал орков кетра, увидим, что это зона для групповой охоты. Но для того, чтобы все это сделать намного проще, можем всего лишь зайти вот сюда вот снизу в окошечке информация, открыть информацию. И здесь они все поделены на зоны охоты. Здесь также можно, помимо всего, посмотреть, какие есть временные зоны охоты, временные зоны именно, куда можно попасть. Также есть трейды. В общем, здесь вся подробная информация о том, что находится на карте игрового мира. И здесь, как мы видим, у нас отмечено иконочками синенькими. Это значит, зона для обычной охоты. Можно прям навести, вам покажут, где конкретно эта зона. Наводим, видим, что это обычная зона охоты. Поля безмолвия, например, наводим, видим, что это усиленная зона. Видим, что здесь уже у нас красненькая такая иконка появляется. И, например, застава орков Кетра, это уже групповая зона охоты. Итак, мы с вами определились, что есть всего три вида зон охоты. Обычные, усиленные и групповые. Давайте теперь смотреть, чем же они отличаются друг от друга. На данный момент я нахожусь в локации, которая называется Кристальный остров. Это у нас обычная зона охоты. Как вы видите, мобы здесь стоят по классике. Именно тоже пачечкой, никак не различаются. И можем попробовать побить мобов. Давайте просто одиночными скиллами побьем. Как мы видим, мобы сами не агрятся. И даже если вы атакуете кого-то из пачки, то они на вас остальные. Мобы, которые живые, не агрятся. Соответственно, они не социалы. То есть здесь вообще каких-либо проблем нет. Особенно, если вы соло таргет персонаж. Для вас это самый идеальный вариант для прокачки. Для каких-нибудь там ножей, например. Да, сайх, которые у нас бьют. Именно по одному мобчику. Вот таким вот образом можно просто стоять. И не бояться за то, что вас шотнут остальные мобы. Саагрятся на вас, и вы соберете огромный парик. То есть все зоны охоты, которые относятся к обычным зонам охоты. Или зонам охоты соло. Они будут выглядеть вот таким образом. И здесь без каких-либо проблем. Вы можете даже на относительно маленьком бусте стоять. И убивать мобов. Не боясь за своего персонажа. Далее у нас зона охоты, которая называется шепчущие поля. Это у нас уже усиленная зона охоты. Необычная. И давайте попробуем побить мобов здесь. Посмотрим. Как вы видите, они сразу все агрятся. То есть для того, чтобы их сагрить, мне даже не надо было их атаковать. И любая пачка в усиленной зоне охоты будет на вас агриться и атаковать вас первыми. То есть здесь уже не важно, социальные мобы или не социальные мобы. В любом случае вы будете сталкиваться вот с тем, что вас смогут убить. Конкретно эти зоны охоты подходят для тех, у кого есть массовые умения. Если у вас есть какой-то агр, например. И если вы качаетесь в мини-пачке. Вот как мы видим, на дальнем спотике стоят ребята, качаются пачкой. И вроде как должны получать хорошее количество экспы. И не переживают за то, что они упадут. То есть здесь вам уже понадобится какой-нибудь баффер или какой-нибудь хилер. Для того, чтобы у вас не возникло проблем. Либо же, если у вас есть какой-то хороший буст. Вы не только начали играть. То вполне можете переходить в эти локации. Потому что конкретно здесь уже будет падать чуть-чуть больше опыта. Нежели будет падать в соло локации. Но никогда нельзя забывать о киллрейте. И переходим к зоне для групповой охоты. Я сейчас нахожусь в заставе орков кетра. Здесь у нас зона для групповой охоты. Мобы у нас здесь стоят плюс-минус так же. Так же обычными пачками. Никаких здесь различий не может быть. И как мы видим, если я подбегаю к ним. Они начинают все агриться. Абсолютно независимо от того, атаковал я их или нет. То есть здесь тоже, как и в усиленной зоне охоты, мобы у нас такие, что они будут атаковать вас всегда первыми. Не стоит об этом забывать. Так же хотел бы обратить ваше внимание, что всегда следует смотреть, что же у нас есть за эффекты у мобов. Можно всегда посмотреть, нажать на вот эти вот стрелочки. У вас снизу будет эффект. Здесь и будет стихия указана. Здесь будет как раз таки подпись о том, что это обычная зона охоты. Либо усиленная, либо групповая. И дополнительные бонусы для группы написаны. Но и так же здесь написано, что есть сопротивление к гневу вампира. И если в усиленных и обычных зонах охоты у нас просто увеличенное сопротивление к эффекту гнева вампира. То, как мы видим в пати зоне, вот например в той же самой кетре, у нас здесь баф иммунитет к эффекту гнева вампира. То есть здесь, сколько бы вы урона не нанесли, какой бы у вас не был эффект гнева вампира, здесь вы хилиться не будете никогда. Поэтому здесь однозначно вам нужен в пати либо ИС, который будет кидать цепку, либо полноценный хил, который будет вас хилить. В общем, имеете в виду, что здесь просто так не постоять. И либо будете использовать банки, либо вам нужен будет какой-нибудь класс, который может подхиливать себя сам. Например, какой-нибудь СУМ, у которого можно заточить скиллы, для того, чтобы они вас подхиливали при их заюзывании. Либо же какой-нибудь маг или агуша, у которых есть моношил, то есть моношил вы включаете, вас мобы бьют. Получается, вы будете получать урон именно по МП, но МП регенится здесь всегда. То есть в любом случае на МП гнев вампира не распространяется, и вы будете убивать мобов, регенить ману, но ваше хп, пока мана у вас есть, тратиться не будет. Энциклопедия Л2 Централ, здесь мы можем без проблем посмотреть, что падает с моба и какое количество опыта или адены мы получим за убийство этих самых мобов. Начинаем мы с Кристального острова, это у нас соло локация, зона для одиночной охоты. Можно здесь выбрать любого моба, как вы видите, количество хп у них практически у всех одинаковое. И также очки опыта и сп, которые вы будете получать, также одинаковые. Если мы зайдем на любого из этих мобов, персонажей, хотел сказать. В трофеях мы увидим, что здесь у нас падает 3800 адены, до 9000 адены. Также падают сферы кровавой души и сундуки сокровищ адена. Шансы у нас все здесь видно и их можно запомнить. А если мы посмотрим на усиленную зону охоты шепчущей поля, мы увидим, что количество хп у нас идентично с зонам охоты Кристальный остров для соло прокачки. И увидим, что здесь количество опыта и сп все равно больше, нежели в соло зоне охоты. Можно посмотреть также, что падает с мобов. Я думаю, что дробь здесь абсолютно одинаково идентичный. Также у нас здесь падают сундуки с сокровищами адена, сферы кровавой души. Адены, как мы видим, даже падают чуть-чуть поменьше, нежели в Кристальном острове. Но можно выбрать какого-нибудь другого моба. Вдруг у них все-таки есть какие-то различия. Но вроде нет, от 3200 до 7600. Как у нас и в Кристальном острове. Давайте теперь еще посмотрим по трофеям. Как мы видим, что вероятность выпадения сундуков с сокровищами адены и сферы кровавой души абсолютно идентичны. Единственное только разница, что в Кристальном острове падает с мобов чуть-чуть больше адены. И переходим к групповым зонам охоты. Конкретно мы рассматриваем на примере застава орков Кетра. И сразу же что бросается в глаза, что здесь есть некий множитель опыта. Соответственно, чем больше персонажей в группе будет стоять в групповой зоне охоты, тем большее количество опыта вы будете получать. То есть, как вы видите, что если будет стоять 7 персонажей, будет у вас на группу действовать множитель опыта аж 1155. Довольно-таки неплохо звучит. И также, если 2, 3 персонажа, 4, 5, в общем, множитель будет увеличиваться. Самое, мне кажется, оптимальное ставить в 5 персонажей, потому что здесь самая большая разница множителя опыта относительно 4 персонажей. Дальше множитель уже идет не так хорошо. Также здесь есть еще некоторые упоминания того, что ночью монстры становятся сильнее. То есть, когда у вас наступает ночь в игре, у вас у монстров повышается физатака, магатака, физзащита, магзащита. Но это, я думаю, не столь важно. Также хочу отметить, что абсолютно все зоны, которые я вам только что показал, они все 112 левла. Как и мобы в них, 112 левла. Можно спокойно это посмотреть. Но, как мы видим, уже в пати локации, хп у мобов в 2 раза больше. То есть, если здесь, например, что на ящерах, да, мы смотрели с вами 645 тысяч, что у нас в шепчущих полях 645 тысяч хп, здесь уже 1 226 хп. И очки получаемого опыта 450. То есть, это на 50% больше, чем, например, в шепчущих полях. Ну и больше, чем на 50%, чем в кристальном острове. И помимо этого, еще на что всегда обращаю внимание, когда мне задают подобные вопросы, что здесь, да, падает также дроп. Но, относительно предыдущих локаций, если мы выберем любого моба, как я вам их уже показывал, но все-таки давайте теперь сравним. Здесь падают сундуки с сокровищами, сферы, адена и ресурсы. В пати же локации у нас нет сундуков. Сундука с сокровищами адена это мини-лутбокс. Если вдруг вы первый раз видите, что это такое, это просто лутбокс, который вы получаете с мобов, и с него вот такой вот дроп, то есть, вместо того, чтобы вам пушки, бижа, камни выпадали прямо на землю или адена, вам все это будет падать в виде сундуков, которых вы можете покрутить и достать вот эти вот любые шмотки. Так что, если вы обладаете большим везением, то вам будет частенько что-то отсюда сыпаться. В пати локациях такого нет, то есть, в пати локациях именно итемы падают прямо на пол, и вам надо будет их непосредственно поднимать, и крутить вы ничего не сможете. Ну и помимо этого, весь тот дроп, который находится в сундуках, которые я вам показал, он у нас просто будет выпадать на пол, так же как ПВЕ, ПВП, камни, селенид, фрагменты звездного куба. Но самое главное, на что я всегда обращаю внимание, сфера кровавой души в пати локациях впадает с шансом в 10 раз выше, чем в предыдущих локациях. То есть, если здесь у нас в шепчущих полях на кристальном острове, шанс выпадения сферы кровавой души, которая стоит, например, на хатосе порядка 12-15 миллионов, довольно неплохой итем, и на нем я поднимаю, например, большое количество адены. Здесь он падает с шансом 0,015%, а здесь в пати локе падает с шансом 0,15%. Вот это имейте в виду, и относительно экономики, мне кажется, лучше все-таки лутать большее количество кровавых сфер души, нежели надеяться на то, что вы налутаете этих сундуков с сокровищами адена, и вам выпадет какой-то хороший итем, который вы сможете в будущем продать. Также хотел обратить ваше внимание, что дроп после 116 левла в локациях, именно дроп сфер кровавой души скорректирован, и давайте разберем сейчас на примере 116 локаций поле брани, стена аргоса и море спор, которые являются, можно сказать, одиночными зонами охоты, усиленными и партийными зонами для кача. Итак, в поле брани у нас есть зловещий дуб, как мы смотрим здесь в трофеях, у нас указана сфера кровавой души, здесь шанс 0,035%, стена аргоса, также выбираем глаз смотрителя, здесь у нас трофеи, также и сфера кровавой души, это уже усиленная локация 0,035%, и море спор, локация для прокачки в пати, у нас есть моб, который называется райкель, и в трофеях у него мы можем тоже посмотреть, что дроп сферы кровавой души составляет 0,035%, поэтому существенные различия в шансах выпадения сфер кровавой души будут у нас только в локациях 112, в 114 кетре относительно, поэтому если вы хотите как можно больше налутать этих самых сфер, желательно стоять в этих самых локациях. Но здесь стоит также не забывать о том, что дроп адены, естественно, будет меняться от высоты локации, поэтому, возможно, сферы кровавой души не смогут компенсировать вам эту самую разницу. И теперь давайте подведем итог. Для того, чтобы вычислить вообще, какая локация вам больше всего подходит, желательно в нее прийти, вне зависимости от того, есть у вас окна, или вы качаетесь с другом, например, в пати, или у вас есть целое КП, вы должны прийти в локацию какую-либо, на ваш выбор по вашему левлу и по вашей силе персонажа, засечь количество опыта и адены, которое вам падает в этой локации, и уже от этого всего делать вывод. Желательно, конечно, еще засекать дроп сфер, вообще остальной какой-то дроп, но часа тогда не хватит, придется немножечко побольше времени в этой локации провести, но зато вы точно будете понимать, сколько вы в локации получаете опыта, или же адены, или каких-то других ценных для вас ресурсов. Надеюсь, вопросов у вас не осталось, если вдруг они все-таки есть, пишите в комментариях, обсудим, если что-то непонятно, также вам постараюсь все это дело разъяснить. Также надеюсь, что ролик вам понравился, и вы оцените его пальцем вверх, не забудьте подписаться на канал, если вы здесь впервые. Также в описании у меня есть ссылка на телеграм-канал, где выходят все анонсы, и ссылочки с бонусами в описании, если захотели бы пробовать версию Main, Legacy или Essence, переходите по ссылкам, регистрируйте новый аккаунт, и получайте дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. А с вами был Душа Молодой, желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает, удачи вам, и самое главное, не болейте.